Всем привет, друзья! Гостиница Мейхко-Сити, столица Мексики. 4 часа 30 минут, и я еду в аэропорт. Сегодня мой путь лежит в сторону Тихуана. Такси вызывал за 200 песо, конечно, не дешево, но в 4 утра сложно так просто поднять руку и где-то здесь найти. Да и так гулять по городу ночью не очень хотелось бы. Все, едем в аэропорт. На улице темно, на улице никого нет. В это время точно лучше не гулять. Ну и здесь уже какое-то движение, люди. Да, друзья, если вы запланировали лететь на границу, информация должна быть на 100% актуальной. Чтобы вы не прилетели и вас там не сапли. В аэропортах часто устраивают такие вот облавы. То есть информация должна быть обновленная на текущий период. Подлетаем к Тихуана. Авиакомпания Valaris. Расскажу вам сейчас, когда приземлимся в аэропорту Тихуана, как дешево летать по Мексике. Так, друзья, выглядит аэропорт Тихуана. Обновился он. Спасибо, авиакомпания Valaris. Друзья, небольшой лайфхак для вас. Если вы хотите сэкономить на билетах и прилететь в Тихуана дешево, для этого вам нужно брать билет, чтобы финишная точка, конечная точка прилета была не Тихуана, а какой-нибудь другой город. И Тихуана должна быть транзитом. Тогда вы сможете спокойно сэкономить и никаких проблем не будет. Билет будет стоить на 30-40% дешевле. Кстати, я подхожу к выходу. Здесь вот встречает доблестная полиция. Интересный момент. Вот сидит парень, пограничник на коляске, спрашивает паспорт, откуда вы прилетели, и ваша страна. Серьезно. Здесь на выходе очень много такси. Не рекомендую ехать сразу на границу, тем более с чемоданами. Лучше остановиться, осмотреться. Есть отели. По отелю Тихуана сделаю отдельный обзор, где безопасно можно это сделать. В общем, друзья, если есть желание, можем пообщаться по вопросу переезда в США через Мексику. Также есть идея провести стрим на канале YouTube. Скорее всего, завтра или послезавтра. Кстати, аэропорт очень изменился. Стало красиво. Курс 19.37 за доллар. Видите, за угол заходишь, тут люди отдыхают. Вот, удивляюсь, мексиканцами, они могут прям падать на бетонный пол, и все нормально. Друзья, по поводу моих перемещений по Мексике и в Евросоюзе, как только я вылетаю из России, я сразу же кладу паспорт РФ далеко-далеко в сумочку и пользуюсь паспортом Евросоюза. Кстати, мы часто рекламируем второй гражданство, второй паспорт. Если вам это интересно, пишите. Контакты будут в закрепе под этим видео. Ну и, соответственно, здесь по Мексике я тоже использую европейский паспорт. Никаких вопросов мне тут не задают. Лечу куда хочу, на границу, с границей и так далее. Спасибо за то, что смотрите мои видео. Тихуана, привет! Все, увидимся. Ждите новый обзор. Пока!